И практически, когда мы читаем некоторые места Священного Писания, как апостолы проводили время с народом Божьим, то мы видим, друзья, что даже беседы, они заходили, но до поздней ночи. Некоторые засыпали, некоторые падали, да, уснувши. И мы видим, они перекусили и опять начинали беседовать. Поэтому видим, что вот все, наверное, в те времена проходило больше в учении. Писания не было, ученики преподавали Новый Завет, новые наставления, писали послания. Они переписывались, перечитывали то, что было к одной церкви, и потом передавали в другую церковь, и так изучали Слово Божье. Мы же сегодня имеем Слово Божье, которое должно пребывать в нашей жизни. И мы читаем некоторые места Писания, которые говорят о той силе Слова Божьего, которые говорят о важности Божьего Слова и о сущности Божьего Слова. Когда мы говорим о силе Божьего Слова, то написано, что если семья Божья пребывает в нас, как Слово Божье, то мы даже способны не грешить. Когда мы читаем о той работе Божьего Слова, то оно проникает до разделения души и духа, да, судит, разделяет, отсекает. Поэтому видим вот это его работа. И поэтому благословит нас Господь сегодня также вникать в Слово Божье, применять его к себе, чтобы теми людьми, которые не только слушают, но и слышат. И особенно, когда Бог говорил к церквам, то Он говорил о том, чтобы мы слышали, что дух говорит церквам. И мы видим, что сегодня некоторые места Священного Писания не исполняются. Что-то исполнится на нас, а что-то исполнится уже без нас. Поэтому сегодня очень важно быть всегда готовыми встретить Господа. И так, друзья, если есть у кого какие-то вопросы, дома что-то читали, и возник какой-то вопрос, пожалуйста, мы вместе можем порассуждать. А если нет, будем двигаться дальше, говоря о тех благословениях, которые Бог дает нам, как народу Божьему. Поэтому, пожалуйста, если есть вопросы, можно спросить. Если нет, идем дальше. Не так помните, друзья, о том, что мы говорили с вами о десяти качествах, которые необходимы для того, чтобы сохранить веру в Бога. И практически это те десять признаков совершенства. То есть, когда человек написано, что у совершенных чувства, навыков приучены к развлечению добра и зла. И поэтому сегодня совершенный человек, он где-то попадался на каких-то вопросах. Я как-то рассказывал уже случай о том, что в своей жизни, когда я жил на квартире, и вдруг, ну, так будем говорить, хозяйка на свою дочку там, ну, наговорила, наговорила, но я хотел помочь этой дочке. Взял и рассказал. Ну и пошел на речку. Когда слышу, бежит хозяйка, кричит. Ага, понял, наверное. Ну, а дочка взяла, опять рассказала своей маме, что она о ней думала. С тех пор я понял. Чувства навыков приучены к развлечению добра и зла. Еще хуже, друзья, когда, знаете, в нашей жизни есть какие-то обстоятельства, а мы еще что-то добавляем, что-то прибавляем. А еще хуже, если мы какую-то проблему вот для кого-то с радостью принимаем. Вот. Я как-то вспомнилась событие, когда у нас две сестры погибли, да, там, с траваля, да, и... Вот. И, да, и... Каких только слухов уже не слышно было. И через злобовое стекло вылетело. И то, и другое. Это же надо было кому-то же придумывать. Вот. И представьте себе, что если человек не покаялся, вот если он не покаялся, то же это след идет за ним, потому что это неправда. Вот. То есть, вот иногда в нашей жизни мы не задумываемся, а мы здесь говорили о том, что человек, который имеет вот эти признаки совершенства, он никогда сплетничать не будет. Вот. Наоборот, даже если есть некоторые вещи, наоборот, он их может как-то прикрыть, вот, ну, не радоваться какой-то проблемой, там, еще какими-то обстоятельствами, горя и беды. Вот. Вот даже если и у врага что-то случилось, какое-то горе, то написано, если враг твой голоден, что сделай? Накорми его. И говорит, и таким образом ты соберешь ему горящие угли. А тем более, когда мы братья и сестры, родственники, близкие, то тем более мы должны в какой-то мере, как, знаете, мама, хорошая мама, которая доверила дочери мыть посуду, там, или сыну, может, в первый раз они некачественно помыли, остались там какие-то грязные места, то очень плохо, когда мама говорит ребенку, что у тебя руки не тем концом к тулубу приставлены, что у тебя руки не на то и дальше, и дальше. Конечно, больше этот ребенок, ну, как он будет иметь желание? А когда мама сказала, ну, молодец, какая ты хорошая, ты в следующий раз еще будешь мыть, ну, подняла такое, знаете, состояние. Потом дочь не видит, мама посуду сама перемыла, по-новому. И все. И смотришь, вдохновила дочь. Поэтому есть некоторые вещи, где можно, значит, своим языком, своей невоздержанностью, своим криком, своим непониманием, своей недальновидностью, можно очень много наделать и думать, что, ну, мы же правы. А вы знаете, какая разница между правдой и истиной? Правда может быть даже негативной. И это правда. И она может быть негативной. Истина, она всегда есть истина. И она всегда есть одна. Ну, к примеру, спрашивай там за какую-то семью, а ты слышал, они развелись. А то правда, что они развелись? Да, говорите, развелись, а то правда. То есть, видите, правда, но она какая? Она негативная. А вот истины никогда не бывает негативной. То есть, истина – это Христос. И поэтому Он всегда действует справедливо. Вы замечали, что Господь ни у кого не просил прощения? Ни у кого. Почему? Потому что Он не согрешал. Никогда. Даже тогда, когда взял бич, да, и Он и тогда не согрешил. Поэтому сегодня в жизни есть некоторые вещи, где мы, как христиане, учимся совершенства, учимся вот этой истины, учимся Божьей благодати. И это все говорит, друзья, о том, что проходит какой-то промежуток времени, и, как Священное Писание говорит, наступает момент, когда мы приходим в единство веры. Кто-то думает о том, что настанет момент, когда все христиане придут в единство веры. Будет такой момент. Это когда Антихрист всех объединит. Но, друзья, это не будет единство веры. Единство веры – это когда люди понимают Библию одинаково, служат Богу одинаково. Для этого период жизни проходит. И каждый христианин, он в жизни своей приходит к этому моменту, если он даже в юности, там, в вере своей, в детстве своей веры мог какие-то места Писания понимать не так, все равно Господь приводит его к каким-то обстоятельствам. Может быть, в последних годах своей жизни он может, молясь Богу, сказать, Господь, да, вот здесь, вот здесь понимал не так, здесь понимал не так, а здесь ты выходишь навстречу, а здесь ты благословляешь не так, как я думал. Поэтому, друзья, это очень важно, чтобы вот эти 10 признаков совершенства мы могли иметь благословение. То есть, о чем, друзья, мы сегодня говорим? Мы говорим о том, чтобы мы не допускали тех ошибок, которые каждый из нас в какой-то мере промежутки своей жизни допускал. Каждый из нас допускал какие-то ошибки, даже какие-то согрешения. Даже, друзья, где-то у нас не хватало силы, даже где-то не хватало понимания, веры. Но, будучи научены через все эти трудности, мы достигаем того совершенства, что действительно в жизни мы приходим к твердому пониманию, к твердому мнению, понимаем, друзья, неискажаемость Божьего Слова во всех наших поступках при любых обстоятельствах. И поэтому сегодня мы будем говорить о тех случаях, как мы прошли уже, друзья, девять таких качеств. И сегодня мы обратим внимание на десятом качестве нашей духовной жизни, нашей жизни среди этого мира, жизни друг с другом, в отношениях семейных, в жизненных. И десятый принцип, он говорит так. Мы с вами говорили о том, о совершенной радости, о совершенном мире, о совершенной любви, о совершенном терпении, небо сварливое, никого не проклинать. Сегодня мы говорим жизнь, жить непорочной жизнью и иметь совершенную веру в Божию. Я думаю, что мы понимаем, друзья, что человек должен иметь совершенную любовь, должен иметь совершенную радость, совершенный мир, совершенное терпение. И сегодня мы будем говорить о совершенной вере. потому, что жить непорочной жизнью, это очень важно, чтобы иметь совершенную веру. Мы читаем некоторые места Священного Писания. Начнем с Авраама, Бытия, 17-го, 1-й стих. Авраам был 99 лет. И Господь явился Аврааму и сказал ему, Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. Друзья, что мы можем сегодня сказать о вере Авраама? Мы видим, что мы очень много читаем об этой вере, очень много слышали о вере Авраама. Он даже верил в то, что как бы по-человечески оно недопустимо. И в то же самое время, зная Священное Писание, все-таки мы видим, друзья, что Авраам в какой-то мере мы не знаем всех обстоятельств, мы не знаем, друзья дорогие, всех этих отношений, что там за отношения были, у Авраама. Но мы видим, что все-таки Писание говорит о том, что один из Маил, да, один из сыновей Авраама не является сыном обетования. Бог не говорил ему, что в него будет этот сын обетования. Ради, то есть этот сын не по обетованию. Все-таки Бог обещал ему сына по обетованию. И мы видим, друзья дорогие, как это случилось. То есть, все равно где-то в жизни Авраам чему-то что-то упустил. Где-то согласился, да, согласился с женой. Вот. Что там было в семье? Трудно сейчас нам об этом говорить, но все-таки даже при этих обстоятельствах нам Писание говорит о том, что он не потерял все-таки той веры, что у него будет сын обетования. Что этот сын у него будет. И мы видим, что Бог, укрепляя его, говорил о том, чтобы он был непорочен. Непорочен. И наступил момент, когда действительно по всем обстоятельствам мы видим то, чего не должно быть у Авраама, случилось. Потому что это делает Бог. Ну, иногда говорят так. Молимся мы за исцеление. И человек, ну, любой, благодарит Господа, что меня Господь исцелил, слава Богу. Когда начинаем беседовать отдельно, ну, сестричка там, или брат, ну, а там какие-то таблетки, еще что-то. Ну, да, конечно, там и таблетки были, там еще что-то было, да. Вот. Так, ты как получила исцеление? Ну, ну, я думаю, и от Господа, я думаю, что мне и таблетки помогли. То есть, как вы думаете, верит человек, что только Господь ему помог? Он и так, и так. И то, и другое. Но, что такое, друзья, вера, которую Бог дает? Вот Авраам, то есть, по всем человеческим данным, у него не должно быть детей, да, сарой. вот это и есть Божие. То есть, вот то, что мы не можем объяснить, то, что мы не можем объяснить, если я могу что-то объяснить, это уже не чудо. Это уже не работа Божья, если я могу что-то объяснить. Потому что, если Господь исцеляет, вот, друзья дорогие, оно не подлежит объяснению. Да, есть многие факты, и даже тот факт, который мы хорошо знакомы, да, ну, сиявшие некоторые здесь, как Господь исцелил Женю, да, которая там в этом платьичке горбатая, без волос, и даже было слышно этот трес, трес костей, как кости трещали, выравнивались. Вот как это объяснить? Да, то есть, это была воля Божья, это было Божье исцеление, это Господь совершил эту работу, и она, знаете, она не подлежит объяснению, нельзя объяснить. То есть, посещал нас один из братьев молодых, и, если кто-то помнит, давно еще брат Степан рассказывал, что голова была повернута назад. И он на свадьбе свидетельствовал о том, что это тот мальчик, ему уже было, мне кажется, двадцать лет или сколько, за которым молились, вот, голова была назад повернута. И, говорит, как стрелка часов, раз, повернулась назад, то есть, на свое место. Мы видим очень много, друзья, если сегодня, вот, смотреть те исцеления, которые Господь производил, производит, то, это, по вере, это вера наша, то есть, я имею в виду, вера в Иисуса Христа, и она совершает вот эту чудную работу в жизни. Вот, это должна быть та вера благословения. Филиппийцам, 4 глава, 8-9 стих. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добротетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, Павел говорит, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. То есть, что мы здесь видим? Мы видим, что жить непорочной жизнью, это иметь ту совершенную веру. Почему помышляем о том, что чисто? Потому что каждый человек понимает, рассуждая о том, что чисто, что справедливо, что достославно, что добротетель, что похвала, это есть воля Божья. Это так сказал Господь. Это, друзья дорогие, это то, что нас приводит к дисциплине. Мы дисциплинируем себя. Вы знаете, если мы не будем себя дисциплинировать, в нашей жизни могут пройти очень большие проблемы. Поэтому человек, он должен понимать свою жизнь, свои отношения к Богу и иметь это благословение. Итак, друзья дорогие, что относится к этим пунктам, чтобы жить непорочной жизнью и иметь совершенную веру Божию? Это честность. Честность. Вы знаете, что честность это есть основа нашей жизни. Это есть основа нашей жизни. Во-первых, она освобождает нас от многих подозрений. Она, друзья дорогие, укрепляет нашу веру, чтобы дать нам дерзновение. Мы читаем такое место Писания Исаия 32 глава 8 стих. А честный и мыслит по-честному, и твердо стоит во всем, что честно. А честный и мыслит по-честному, и твердо стоит во всем, что честно. Я ничего не хочу сказать, но славяне очень хороший народ, очень добрый народ, но вот вся жизнь людей, она была основана на их же пословице не украдешь, не проживешь. Вы знаете, когда за границей смотрел на некоторые вещи, там электричество, 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 водомеры, другие вот измерительные приборы. Вы знаете, вот русский человек смотрит и сразу видит, как можно обмануть. Но когда человек честно воспитан, у него даже в эту сторону не работают и мысли. Понимаете? Они даже не догадываются, они даже об этом и не думают. В какой-то мере, ну, это люди, патриоты, ну, так, родины, будем говорить, да, страны, и у них даже нету вот мысли, как обмануть, как это сделать мимо, чтобы сделать так, чтобы, ну, где-то все это обойти. И, к сожалению, наши славяне их учат, как все это делать, да, как то сделать, как то сделать, как то сделать. И мы видим, что вот где-то вот эта грешная натура, вот она как-то передается. Как? Даже не знаешь, как она передается. Но когда человек честный, он, друзья, мыслит о том, что честно. у него нету мысли о том, что нечестно. И поэтому вот это также говорит о том, друзья, дорогие, что это есть основа нашей жизни. Если это не будет основой нашей жизни, есть еще одна пословица, что с неправдой можно пройти весь мир, но только назад возвратиться невозможно. Поэтому, друзья, дорогие, с неправдой или то, что нечестно, здесь не только там правда, здесь очень многие вещи можно смотреть о том, что, ну, к примеру, некоторые говорят так, если начальство думает, что оно нам платит или платит, пусть оно думает, что мы работаем. было. Продолжение следует...